Уважаемые друзья, ну вот и началась жаркая пора, осенняя пора работы нашей компании. Конечно же, хочется поделиться о многом. Всего 5 месяцев прошло с дня рождения компании, с нашей встречи на теплоходе Соболев, где мы провели интереснейший конференц-круиз, посетили Кижи, Валаам и другие памятные места. Где мы говорили о перспективах развития и за это время произошли уже интересные изменения, уже много новостей в компании и хочется о них сегодня поговорить, хочется поведать вам о том, что произошло в компании, о том, что ждет нашу компанию в будущем. Я думаю, что эти новости порадуют всех и придадут новый толчок, новое ускорение работе нашей компании. В самом начале, уважаемые друзья, разрешите поговорить, рассказать о новинках нашей компании, рассказать о том, что уже появилось, уже есть у нас. И сегодня я подготовил небольшую презентацию, по которой буду вести сегодняшнюю нашу встречу. И начнем, я начну сегодня говорить о том, что уже появилось у нас, тем более, что это долгожданные новинки, о которых мы говорили и до нашего весеннего мероприятия, до нашего дня рождения. Анонсировал я эти новинки на наших встречах, на наших онлайн-встречах, а также на наших мероприятиях. И вот разрешите еще раз представить вашему вниманию комплексный, много, сказал бы, функциональный, современный аминокислотно-витаминный препарат, который был разработан с целью, конечно же, нормализации процессов в организме активно живущих, активно занимающихся физическими нагрузками людей. Но вообще идея этого препарата появилась уже давно. Но многие лидеры, многие партнеры постоянно спрашивают, чем же мы можем привлечь, чем же мы можем заинтересовать наших молодых потенциальных потребителей. И вот, пожалуйста, у нас появился современный, интересный и комплексный аминокислотно-витаминный препарат, который можно и нужно применять при условиях активного занятия, интенсивного занятия физическими нагрузками, фитнеса. Людям, которые ведут активный образ жизни, уделяют много времени работе, много времени уделяют физическим нагрузкам. Амфикс в своем составе имеет не безызвестный, а хорошо даже известный комплекс ДСА. Это аминокислоты с боковой разъединенностью, которые пришли к нам не из спорта, как бы это, может быть, казалось, потому что многие спортсмены, многие молодые люди, кто занимается активно физическими нагрузками, знают этот комплекс аминокислот. Его, кстати, спортивная медицина позаимствовала у вполне классической медицины, у нутрициологии, у диетологии, потому что эти аминокислоты очень активно применяются в клинической практике для восстановления больных после различных заболеваний опорно-двигательного аппарата, после заболеваний, связанных с нарушением мозголого кровообращения, после болезни сердца, инфаркта миокарда. Этот комплекс благоприятно воздействует на работу сердечно-сосудистой мышцы, скелетной мышцы и помогает комплексно восстанавливаться организму не только после различных перенесенных физических нагрузок, постоянных физических нагрузок, психоэмоциональных нагрузок, но также после различных перенесенных заболеваний. Также этот комплекс хорошо подходит людям, страдающим хроническими различными заболеваниями, истощающими организм, универсальный препарат. В данном случае у меня уже есть личный опыт применения моими еще совсем юными детьми. Мой сын, ему понравился Амбикс, очень хорошо его потребляет и с утра просит растворить для того, чтобы, как он говорит, активно заниматься спортом. Уже сами понимаете, что дети у нас сейчас в большинстве своем ходят в разные кружки, секции, и им нужна тоже достойная и адекватная поддержка организма. Так что рекомендую хороший комплексный препарат, который учитывает пожелания всех наших потребителей от совсем юных до более зрелых и также до людей более старшего возраста с целью снижения риска воздействия на организмоповреждающих факторов, с целью сохранения здоровья, с целью продления активного долголетия. Следующий наш препарат, о котором бы я хотел рассказать, потому что на наших встречах мне постоянно задают вопросы о наших новинках в линии гонка серии, потому что не секрет, что онкологическая заболеваемость, как у нас в стране, так и во всем мире, достигла вообще второго места в структуре общей заболеваемости населением и постоянно с каждым годом наращивает темпы, количество онкологических пациентов растет, к сожалению, количество вновь выявляемых на образовании растет. Мы давно уже занимаемся нелекарственными парафармацевтиками, способными помочь онкологическим пациентам, помочь, во-первых, конечно же, с целью профилактики снижения риска возникновения основных онкологических заболеваний. У нас целая группа, даже разработаны целые методики применения наших препаратов с целью профилактического воздействия на организм, снижения риска развития онкологических заболеваний. Всем хорошо известны инсил, наши пептидные, практически все препараты являются онкопротекторами, так что у нас очень большой потенциал, большой спектр онкопротекторных препаратов, именно защищающих организм от воздействия на него различных повреждающих факторов, а также влияющих на различные заболевания, которые могут вызвать злокачественное перерождение, то есть появление признаков злокачественного перерождения при наличии тех или иных хронических длительно существующих заболеваний основных систем органов. И в данном случае я бы хотел вам уже еще раз представить и рассказать о новом нашем препарате Ливаин. Ливаин – это абсолютно новая наша разработка, над которой мы в нашем научном отделе работали более двух лет, и буквально вот недавно мы выпустили новый препарат Ливаин, направленный на комплексное применение на комплексное применение в различных специфических схемах, схемах специфического лечения различных онкологических заболеваний. Этот препарат встанет в одну линию с ревифортом, а также в силу его богатого состава будет дополнять, и в некоторых случаях даже будет самостоятельно применяться при различных онкологических заболеваниях как вспомогательный препарат в комплексе проводимого специфического хирургического химио-лучевого лечения. Особо хотелось бы рассказать о его направленности. Данный препарат направлен на снижение риска развития рецидивов, снижение риска развития регионального метастазирования, снижение риска развития отдаленного метастазирования. В силу, как я уже сказал, его состава, у него определилось очень интересное действие, воздействие на иммунную систему в плане увеличения сопротивляемости иммунной системы, в плане увеличения сопротивляемости лимфатической системы, лимфатических узлов, возможному появлению в лимфатических узлах анистатического поражения, а также усилению работы лимфатических узлов по направлению снижения риска возникновения в них различных гипостатических проявлений. В этом препарате проявился так называемый эффект очищения иммунной системы и работают именно над профилактикой развития различных гипостатических проявлений. Следующая наша новинка также интереснейший и перспективнейший противотоксический препарат ЛИКАМ. Это комплексный аминокислотный препарат, который соединил в себе антитоксические и восстанавливающие свойства его компонентов. Основной его компонент это, конечно же, натуральный хвойный экстракт, который содержит в себе полипринолы. Полипринолы – это уникальная группа природных биорегуляторов, которые являются главными источниками Делихола в организме человека. В организме человека Делихола отвечают за энергетические, углеводные обмены, стабильность иммунной системы и антиоксидантной системы. В результате чего российскими исследователями было выявлено, что применение полипринолов в онкологической практике помогает активно бороться с явлениями, токсическими явлениями специфической противоопухолевой терапии. И в данном случае, учитывая имеющийся у нас опыт применения различных антитоксических препаратов, нам удалось создать авторский антитоксический препарат, который займет свое достойное место в линии противоопухолевых детоксикационных препаратов, вообще имеющихся в компании, а также достойно будет представлять линию противоопухолевых детоксикационных препаратов и будет в комплексе с ревиплантом оказывать хороший стойкий детоксикационный эффект при применении химио-лучевого лечения. В данном препарате мы использовали не только сам хвойный эстракт, но также обогатили его выделенными полипринолами из хвои, для того, чтобы потенциировать этот детоксикационный биорегулирующий эффект и также усилили препарат набором аминокислот, ликопином, экстрактом астрагала, ресвератролом. И у меня уже появляются очень интересные данные по эффективности этого препарата. Данный препарат, мы рассчитываем его применять не только в практике применения противотоксического воздействия при химио-лучевом лечении, а также в разрабатываемой нами программе детоксикации, детоксикации, общей детоксикации организма с целью более качественного, более полного проведения применения пептидных и непептидных биорегуляторов. То есть мы сейчас активно работаем над разработкой комплексной программы детоксикации пред, то есть подготавливающей организм к более качественному воздействию пептидных и непептидных биорегуляторов. Конечно же, в сегодняшней нашей встрече не мог не упомянуть о нашем пенолексе. Как я уже говорил на прошлых наших встречах, а также на наших мероприятиях в регионах, это уникальнейший препарат, который включил в себя современные, имеющие современные разработки, основанные на клиническом опыте, офтальмологическом клиническом опыте, а также современные пептидные биорегуляторы, способные воздействовать на сетчатку, на сосуды, на местные иммунные реакции глаза, что позволяет достичь наилучших профилактических клинических результатов, направленных на восстановление функции глаза, на снижение риска проявления заболеваний, которые могут повлиять на качество зрения, на остроту зрения вплоть до потери зрения. И таким заболеванием, широко распространенным, можно, ну, то есть состоянием предболезни, это, во-первых, синдром усталого глаза, он практически есть у всех, кто много читает, работает с компьютером, ездит в автомобиле, то есть определенным образом напрягает орган зрения ежедневно. Этот синдром, он не настолько опасен, как его последствия, а последствия его в большом количестве случаев являются это сухой кератоконъюнктивит, так называемый синдром, значит, сухого глаза. Дело в том, что по имеющейся статистике, офтемиологической статистике у людей среднего и молодого возраста синдром сухого глаза выявляется 25-30% случаев. Это только он выявляется по данным, по данным медицинской статистики, то есть по обращаемости. А если смотреть гораздо более глубже и рассматривать еще те случаи, которые не выявляются специалистами, офтальмологами, то, скорее всего, эту цифру можно умножить на два. И практически у 50% населения имеется уже начальное явление сухого глаза, которые могут в дальнейшем снизить, во-первых, качество зрения, во-вторых, могут являться причинами более серьезных патологических состояний, приводящих в конечном итоге, которые могут привести к снижению остроты зрения и частичной потери зрения. И в данном случае пенолекс как никогда хорошо влияет и помогает бороться с этим состоянием. В состав его, как я уже сказал, включены короткие пептиды, синтезированные пептиды сетчатки глаза, пептиды сосудистой стенки, ультракороткие пептиды иммунной системы. Дело в том, что для применения на слизистые и более качественно быстрого действия и получения более выраженного клинического эффекта в данном случае наиболее хороши именно синтезированные короткие пептиды с целью применения их на слизистые. Этот комплекс пептидов помогает, как я уже говорил, бороться с имеющимися повреждающими факторами внешней среды, а также помогает резко снизить риски развития, отсрочить различные заболевания, связанные с возрастом. То есть очень ценный, комплексный пептидный состав, который благоприятно влияет как на людей более молодого возраста, так и на людей уже более зрелого возраста с целью профилактики заболеваний глаза, которые могут снизить качество зрения и снизить строту зрения. Конечно же, данный препарат был бы не совсем комплексным и не проявлял бы такого широкого спектра действия без современных непептидных препаратов, которые с успехом применяются в офтальмологии, в клинической офтальмологии, которые с успехом применяются в офтальмологии с целью применения в восстановительном периоде, в постоперационных периодах, с целью применения в периоде реабилитации После различных методов лечения. В данном случае, конечно же, на первом месте идет пантенол. Всем известны его эффекты. Это способность его в регенераторных процессах, восстановление клеточного обмена. Также пантенол обладает противовоспалительным действием, непосредственно воздействует на конъюнктивы глаза, способствует процессу регенерации роговицы при эрозиях и воспалении. Вот именно при тех состояниях, которые возникают в силу повреждающих факторов, которые могут вызвать далеко идущие процессы в плане снижения качества зрения, снижения остроты зрения. Конечно же, мы не могли обойтись и без низкомолекулярной гиалуроновой кислоты в силу ее максимально эффективных увлажняющих свойств, а также ее эффективных восстанавливающих свойств, которые демонстрируются в плане возможности удержания, длительное время удержания влажности глаза, что наиболее востребовано именно при синдроме сухого глаза. Также это необходимо при различных постлечебных ситуациях, при различных диагностических мероприятиях обязательно иметь повышенное увлажнение глаза для того, чтобы происходили более качественные процессы репарации роговицы в конъюнктиве. И только сейчас начинающие привлекать свое внимание офтальмологов хорошо нам всем известный ингредиент и применяемый ингредиент – янтарная кислота. Я уверен, что янтарная кислота в ближайшем будущем займет достойное место в офтальмологии, но пока янтарная кислота пробивает себе дорогу, она уже нами используется в пенолексе, что позволяет нам достигать наилучших именно лечебно-профилактических эффектов при применении пенолекса. Как мы знаем, янтарная кислота обладает достаточно выраженным противовоспалительным антибактериальным действием и способствует процессам заживления, способствует процессам регенерации ткани, что также было прослежено и отмечалось именно относительно глаза. Еще одна наша уже, можно сказать, такая известная всем новинка. Хочу напомнить, что у нас буквально уже год существует одно из самых современных и интересных антивозрастных средств, косметических антивозрастных средств – это сыворотка Revealab Evolution номер 7. В состав сыворотки входят ингредиенты с доказанной эффективностью на основе натуральных масел. Ее эффективность связана с ослаблением влияния генетических запрограммированных факторов старения и устранения уже существующих возрастных изменений. Это комплексный косметический препарат, основанный на самых последних современных всемирных косметических разработках по снижению эффектов старения кожи. То есть именно наиболее выражены в данном случае косметические, косметический эффект, эффект снижения, значит, эффект улучшения свойств кожи, снижение влияния, снижение появления морщин кожи, обладающий наиболее выраженным антивозрастным эффектом. Вот это вот наша уже доказавшая эффективность современная антивозрастная сыворотка. Еще один продукт из серии Revolat Evolution, вы уже имели возможность распробовать его, пользоваться им. Это три сыворотки, Revolat Evolution номер 5 сыворотка, ультраувлажнение для лица, шеи, декольте, сыворотка для кожи вокруг глаз, сыворотка для губ. Вот такой вот слайд я представил, потому что в силу того, что эти сыворотки были изначально нами выбрана упаковка в стрипах, которые вызывали массу нареканий от наших потребителей, от наших клиентов, партнеров компании, было решено изменить и улучшить упаковку сывороток, и эти сыворотки появятся в скором времени в новой упаковке, которая просматривается, то есть уходят эти стрипы, которые не всегда удерживали критику и не всегда удовлетворяли нашим требованиям. И встречайте, в ближайшем будущем появится сыворотка Revolat Evolution номер 5 в новых флаконах новой упаковки. Самое интересное, то, что появится у нас, и то, о чем бы я хотел поговорить сегодня, это анонс сегодняшнего нашего мероприятия на нашем нерождении компании. Дарья Тимиранович уже говорил, приоткрыл завесу тайны о перспективах развития эффективного направления компании. И сейчас уже мы можем говорить более полно о том, что будет происходить, что будет появляться в компании нового. И мы готовим новую инновационную, революционную новинку Revolat SL. Это 10 комплексных фептидных препаратов. Именно комплексных, каждый фептидный препарат, в частности, представлены здесь все наименования. Это лечо-сосудистая система, нервная система и глаз, иммунная система, опорно-двигательный аппарат, желудочно-кишечный тракт, дыхательная система, анемия сосудов, мочевыделительная система и два препарата для мужчин и женщин. Каждый из высших лечительных препаратов в своем составе будет иметь от 3 до 4 фептидов, ультракоротких фептидов, синтезированных фептидов. Потому что, как я сказал в самом начале своей речи, мы последили и убедились в том, что при нанесении коротких фептидов на слизистую, а данный препарат своей аббревиатурой SL, сублинговальное применение подразумевает, то есть закапывание этого препарата, этого продукта под язык обеспечивает наиболее быструю доставку через слизистую дна полуспирта в кровеносные сосуды и наиболее быструю доставку фептидных субстанций к системам органов. Это наиболее ценно в силу их системности, системного влияния и демонстрации их более быстрого, более целенаправленного действия на всю систему вышеперечисленных органов с целью более качественного запуска, более качественного отклика тех или иных органов на проводимую биоэффективную биорегуляцию и впоследствии, конечно, добавлением натурально-эффективных биорегуляторов, конечно, по желанию, потому что по нашим данным возможно постоянное применение глинвальных форм с целью снижения риска, снижения повышения биодоступности, потому что всем известно, при наличии различных заболеваний глинвально-кишечного тракта, эффективность капулированных препаратов природных биорегуляторов может несколько снижаться, а при применении сублинбальна идет прямой доступ к капиллярам, прямой доступ к крови и попадение, и прямой путь к органам и системам, минуя желудочно-кишечный тракт. Даже если вы, даже если при применении некоторое количество препаратов попадет в злышно-кишечный тракт, это короткие пептиды, состоящие из двух-трех аминокислот, которые в злышно-кишечном тракте не подлежат их нарезанию и также будут попадать в органы-мишени, в органы системы, в органы систем, на которые они направлены. Так что встречайте через, я так и полагаю, к Новому году мы выпустим новую линию, новую линию препаратов, жидко-пептидных комплексных препаратов, которые поставят компанию на новую ступень инновационных разработок, на новую ступень пептидных биорегуляторов, которые будут включаться во все схемы пептидных и не пептидных возможных схем и применения препаратов. Перспективные направления компании. Как я уже говорил и подчеркиваю на всех наших встречах и мероприятиях, мы большое влияние, большое внимание уделяем расширению деятельности нашей компании в Европе, активно развиваемся в Казахстане, проводим переговоры с Белоруссией и другими странами, то есть призываем всех желающих, тех, кто хочет развивать компанию, обращаться к нам с предложениями о сотрудничестве, мы готовы поддерживать и развивать компанию в любых направлениях, в любых сферах, именно географических сферах, я бы сказал. Еще один из основных направлений нашей деятельности, это, конечно же, подготовка к всемирному геронтологическому, 21-му всемирному геронтологическому конгрессу, который состоится 23-27 июля 2017 года, а это немножко ниже расскажу. Новинка работы нашей компании, направленная на более качественное донесение обучения партнеров компании школой по генетической регуляции. И, конечно же, уже всем известный и, надеюсь, улюбившийся проект компании МФЦ РИС Бьюти, который мы анонсировали в мае, на дне рождения компании, тоже также о нем поподробнее расскажу ниже. Наше международное сотрудничество. Международная ассоциация геронтологии и гериатрии. И постоянно сотрудники нашего отдела научного, нашей делегации участвуют в зарубежных мероприятиях, которые проводятся, Международная ассоциация геронтологии и гериатрии, где мы активно делимся с экспертами в области геронтологии и гериатрии, а также антивозрастной медицины, имеющимися у нас собственными методиками, и разработками, а также изучаем мировой опыт, опыт разработки, изучения, применения средств антивозрастной медицины. И доказательство этому, разрешите вам напомнить, что руководство компании постоянно, как я бы сказал, участвует в работе международных симпозиумов и конференций. Первый наш такой был серьезный опыт в 2011 году. Мы в составе делегации Института биорегуляции и геронтологии участвовали в 7-м Европейском международном конгрессе ассоциации геронтологов, который прошел в Болонии, в Италии, где был представлен первый доклад, стендовый доклад на секции биологии, посвященный эффективности применения натуральных пептидов в норме и при патологии у различных возрастных групп. Прошло время, мы саккумулировали интересные данные, саккумулировали информацию, обработали, и уже на 20-м мировом конгрессе мы смогли представить доклад. Он был подготовлен и прочитан на секции старения-антистарения, перспективное развитие антивозрастной технологии. Вице-президентом компании Дайденом Ирановичем Горгелазом на английском языке был, кстати, представлен комплексное применение пептидов и заболевание, ассоциирование с возрастом. По данному докладу, кто слушал, кто присутствовал на этой секции, он вызвал очень большой интерес, вообще интерес компании, что существует такая компания, потому что практически нет таких компаний, как наша система, как говорит Владимир Хацкильич, которая бы занималась комплексно изучением, продвижением современных, имеющихся в наличии в арсенале антивозрастных средств, методик и возможностей. И в 2015 году Давид Иранович также представил доклад на 8-м Европейском конгрессе, который проходил в Ирландии, в Дублине, посвященный эффективности пептидных биорегуляторов при аутоиммунном тиреоидите. Как я сказал выше, сейчас мы готовимся и работаем над материалами, которые будут представлены на 21-м мировом конгрессе в Сан-Франциско. Я надеюсь, мы представим там ни одно научное сообщение, ни один обзор нашей активной деятельности и достойно представим компанию на столь высоком международном уровне, столь высоком международном конгрессе. Дистанционное обучение. Школа эпигенетической регуляции. Что же это такое? Дело в том, что, как вы знаете, наш научный отдел пополнился и пополнился очень интересным специалистом. Многие уже успели с ним познакомиться на наших региональных мероприятиях, на дне рождения компании. Многие успели уже послушать его интереснейшие лекции, его доклады. Я говорю о Константине Юрьевичу Александрове. Доцент. Доцент Северо-Западного медицинского университета имени Мечникова. Он кандидат медицинских наук. Врач высшей категории. Специалист по натуральной медицине. Официальный медицинский консультант университета натуральной медицины США Калифорния. Сертифицированный нутрициолог СНС США. Интереснейший человек, обладающий огромным опытом и богатыми знаниями в области нутрицифтики и натуральной медицины, а также классической медицины. При приходе Константина Юрьевича к нам в компанию, в наш научный отдел, мы по-другому взглянули на имеющиеся у нас возможности. И его приход помог нам выявить дополнительные резервы тех или иных препаратов, имеющихся у нас в арсенале. И даже неожиданно даже в некоторых случаях применять их вроде бы при состояниях организма, которых мы даже и не думали их применять. То есть богатый опыт в натуральной медицине, в классической медицине Константин Юрьевича позволил нам расширить наши горизонты, горизонты понимания продукции, биорегуляции, понимания возможностей, которые мы имеем с вами, которые мы имеем в нашей компании. И в силу этого Константин Юрьевич предложил организовать школу дистанционное обучение, школу эпигенетической регуляции. Практически все наши пептидные и не пептидные биорегуляторы, тем или иным образом, эпигенетные, понятно, они основной механизм действия эпигенетических, и не пептидные биорегуляторы, как в комплексе, так и самостоятельно, активно помогают организму бороться с теми или иными повреждающими факторами, которые могут вызывать серьезные заболевания основных систем органов. Также пептидные и не пептидные биорегуляторы способны воздействовать на работу гена, не вмешиваясь в его структуру. Это именно и есть, именно то, что называется эпигенетической регуляцией. В данный момент мы работаем над циклом лекций, их будет точно больше десяти. Мы работаем над базовыми лекциями, посвященными биологии, анатомии, физиологии человека, для того, чтобы, так сказать, с самых азов, с начальных ступеней дать возможность нашим партнерам понять способы, механизмы, имеющиеся механизмы регуляции, имеющиеся механизмы биорегуляции организма человека с точки зрения современных возможностей, а также с точки зрения имеющихся у нас в компании возможностей и препаратов. Целью обучения, конечной целью обучения, конечно же, является создание консультативного центра НПЦ РИС по эпигенетической регуляции. Этот центр будет децентрализован. Специалисты этого центра будут находиться в ваших лидерских центрах, на местах. После прохождения нашего обучения практически каждый слушатель сможет самостоятельно, с пониманием, качественно рекомендовать, рассказывать о имеющихся возможностях и рекомендовать те или иные схемы применения пептидных и непептидных биорегуляторов. Дело в том, что, как показала практика, наши визиты в регионы, к сожалению, не хватает. Конечно же, не хватает грамотности применения в знании продукции, в знании механизмов действия. А грамотность знания механизмов действия, конечно же, необходимо приобретать на базу, накладывать на основания, которые необходимо давать на базе биологии, анатомии, физиологии. То есть простых, вроде бы хорошо известных вещей нам со школьной скамьи, но многие про них забывают. И многие вещи, о которых мы говорим на мероприятиях, кажутся непонятными, а при более близком рассмотрении, при более близком изучении и разъяснении все становится понятно, все становится на свои места. На это и направлена будет наша школа эпогенетической регуляции, которая, подчеркиваю, будет проходить дистанционно. Предусматривается проведение занятий, написание рефератов. Школа позволит получить навыки выстраивания логических связей. Также работа с данными, правильно собранные, правильно собирать жалобы, аналоз. Очень интересное начинание наше, которое может перерасти уже в серьезный образовательный проект, не имеющий аналогов в общедоступном образовании. по изучению возможностей организма, возможностей регуляторных возможностей организма. Тоже уже активно работающий проект нашей компании. Очень интересное начинание компании, которая направлено на качественное разъяснение, на качественное донесение имеющихся косметических возможностей. Ведь у нас в компании уже много косметических препаратов, несколько линий антивозрастной косметики. НПЦ РИС Бьюти – проект, который направлен на создание и разработку видеоматериалов, создание онлайн-вебинаров, лекции, разработку и выпуск буклетов, брошюр, журнал, конкурсы. А также, конечно же, мы ждем и вашего участия в этом проекте, ваших мыслей, ваших пожеланий для того, чтобы более качественно и более интересно делать и создавать именно проект НПЦ РИС Бьюти. В ходе работы над этим проектом мы убедились, что нам не хватает собственной онлайн-студии. И сейчас мы работаем над ее созданием, над оформлением помещения и именно созданием специализированной онлайн-студии, где будут проводиться онлайн-мероприятия. И вот такие мероприятия, как я провожу с вами, такие конференции, они будут проводиться там же, как мне уже были пожелания, с камерой, с микрофоном. То есть, как онлайн-полноценная конференция с видеоподдержкой. Так что, я думаю, что в результате нашей работы вы получите очень интересный и достойный продукт, который поможет развиваться компании, поможет привлекать новых партнеров, новых потребителей и увеличивать потенциал нашей компании. Вот хочу представить вам дорожную карту наших осенних мероприятий. Уважаемые друзья, я думаю, что вы следите за нашим графиком. И осенний марафон НПЦ РИС уже начался 2 октября. В Ульяновске мы провели первое наше мероприятие. Дальше уже прошли 2 мероприятия в Тольятти и в Самаре. 15 октября всех приглашаю посетить Екатеринбург. Кстати, там будет выступать Константин Юрьевич со своим сообщением. 16 октября – Челябинск. 29 октября, уважаемые друзья, прошу обратить внимание наших европейских лидеров, партнеров. У нас состоится встреча в Сербии, международный конференц, конференция «Саммит. Пептидные биорегуляторы. Новое направление в науке и медицине», где буду участвовать я, Давид Эмиранович, Константин Юрьевич. Такое серьезное, большое международное мероприятие. Приглашаю всех обязательно сообщить партнерам, лидерам, что будет это мероприятие, потому что очень ценные наши встречи, контакты. Можно задать нам вопросы, пообщаться, получить ответы, проконсультироваться и узнать о новинках именно из первых рук. 6 ноября традиционное мероприятие в Латвии, в Риге. Шестилетие работы МФЦРС Европы тоже обращаю вас внимание, тоже приглашаю лидеров из России, из Европы принять в этом мероприятии участие. 19 ноября – Челябинск. Красота, здоровье, молодцы, активные методы антивозрастной медицины. И в начале декабря – Новосибирск, научно-практическая конференция в Новосибирске. Так что, как вы видите, план мероприятий очень плотный, практически все уикенды, все выходные у нас заняты. И вплоть до начала декабря мы у вас в регионах, ждем вас на мероприятиях, рады встречам, рады вопросам, рады видеть вас на мероприятиях. Сейчас разрешите представить небольшой фотоотчет. Вот наша конференция в Ульяновске, где присутствовало более 150 человек. Очень теплая обстановка, очень интересное мероприятие. Дэвид Амиранович выступил с рассказом о имеющихся возможностях в плане пептидной биорегуляции. Я рассказал о перспективах развития компании. Было очень много вопросов, касающихся новинок продукции, а также касающихся непосредственного применения препаратов МПЦ РИС. Также было достаточно много личных консультаций, на которые мы всегда отвлекаемся и помогаем партнерам и потребителям решить вопрос о определиться в применении тех или иных препаратов. Кстати, что касается помощи применения, не забывайте, что у нас существует горячая линия на почте, почтовый ящик доктор МПЦ РИС.ру, а также горячая линия на телефоне. Контакты все эти есть у нас на сайте. Не забывайте пользоваться, пользуйтесь, задавайте вопросы и получайте оперативные ответы. Как я сказал уже, в Тольятти 8 и 9 числа мы принимали участие в двух региональных конференциях под одним названием «Активное долголетие – выбор современного человека». В общей сложности на конференциях приняло участие более 200 человек. Проявили неподдельный интерес и я почувствовал очень большой потенциал работы в этих городах. Желаю успеха лидерам компании, партнерам в продвижении, в Росте, в Тольятти, в Самаре, в Ульяновске. Большое спасибо, еще раз хочу выразить огромное спасибо за организацию мероприятий, за прием, за проведение мероприятий. И вот о том, что я вначале говорил, долгожданная новинка, долгожданная новость, я бы сказал, не новинка, а новость, а может быть и новинка компании. Это открытие нового представительства компании, которое прошло буквально позавчера. Мы открыли дилерский центр номер 6 в Нижнем Новгороде. Наша компания энергично развивается, постоянно двигаемся навстречу потребителям, поклонникам продукции, чутко улавливаем потребности своих клиентов. И еще одним знаменательным событием в октябре этого года стало открытие нового официального дилерского центра номер 6 в Нижнем Новгороде. Мы стараемся делать условия работы для партнеров еще более комфортными. Очень уютный и комфортабельный офис, великолепно оснащенный. Я сам ездил в Нижний Новгород, выбирал помещение под офис с хорошей доступностью от транспортных основных узлов. Офис располагается в пешей доступности от двух станций метро, канавинская и московская, так что свободно можно добраться. Приглашаю всех, уважаемые друзья, посетить новый офис компании. Приглашайте партнеров, работайте, проводите структурные мероприятия, получайте удовольствие от работы. Конечно же, мы планируем проводить там свои мероприятия с участием ведущих научных медицинских консультантов компании. То есть будем проводить выездные мероприятия, выездные семинары в новом офисе. Так что всех приглашаю, приходите в новый офис нашей компании в Нижнем Новгороде. На сайте есть подробный план, как пройти, как доехать, как добраться. Специально для вас новый офис компании в Нижнем Новгороде. И сегодня хочу объявить о том, что с завтрашнего дня по 21 октября только в лидерском центре номер 6, только в новом представительстве компании в Нижнем Новгороде минус 20% на всю продукцию, кроме продукции, участвующей в акциях компании, проводимых в данный момент. При условиях личной покупки. Так что приглашаю всех в новое представительство компании с 14 по 21 октября. Супер-мега-акция 20% на все. С сохранением баллов 20% на все. Так что ждем вас в новом офисе, приходите, работайте, получайте, как я сказал, удовольствие от работы, привлекайте новых партнеров, привлекайте потребителей. Компания работает для вас, компания работает и повышает качество работы своих партнеров и лидеров. Уважаемые друзья, на этом позвольте мне закончить. Сегодняшнюю встречу. Центр ревитализации и здоровья работает для тех, кто хочет жить активно, повысить качество жизни уже сейчас. Большое спасибо, уважаемые друзья, уважаемые партнеры, уважаемые коллеги за внимание. Хочу еще раз всех пригласить на наши региональные мероприятия, которые проходят этой осенью в разных регионах нашей страны и не только. Рад всех увидеть, рад со всеми пообщаться. До встречи на наших региональных мероприятиях, до встречи на наших онлайн-конференциях. Спасибо большое. Всегда ваша команда НФ.